Так в третьем классе изучают Киплинга. Сказку про верблюда слушают без перевода, откуда у животного горб разобрались быстро. Джин его наказал. Это хамп, это горб. Допустим, камер о камер, то есть верблюд о верблюд. Я бы хотела поучить окружающий мир на английском. Проект «Английский» ежедневно предложили учителя иностранного. Часов, отведенных школьной программой, катастрофически не хватает. Но теперь иностранный станет не целью, а средством изучения других предметов. Планы большие. Уроки рисования, уроки музыки. В старших классах это и химия, и физика, и география, и общество знания. Почему бы детям на начальном этапе, не перемешивая цвета, не называть их на английском. Пока взяли начальную школу, один педагог ведет все предметы. И осуществить задумку проще. Правда, достать словари придется всем, и не только английского. К сожалению, английским я не владею. Захотелось бы изучать английский язык. У нас сегодня литература на английском. Еще бы, если была бы на каком-нибудь там китайском, то было бы вообще круто. Я хочу на японском. Я там знаю кончева по-японски. Ну и все. Я бы на французском, потому что у меня как бы все французские знают, я только одна англичанка. Как теперь осуществить все запросы, педагоги решают. Проект подхватили и средние классы. Те, кто в этом году перешел в пятый иностранный на ЕГЭ, будут сдавать уже обязательно. Очень много было откликов со стороны родителей. Помочь и принять участие. То есть принять участие для того, чтобы изучить тоже язык наравне с детьми. А помочь, потому что очень многие родители сейчас хорошо тоже владеют языком. И они готовы приходить на классные часы, проводить мероприятия, погружать детей в среду. Возможно, скоро по-английски заговорит не только школа, но и близлежащий микрорайон. Эксперимент только начался. Точные науки на английском уже преподавали в физико-математической школе. Подобный опыт нередко практикуют и гимназии с углубленным изучением языков. Но в обычной школе такой проект впервые. Если эксперимент удастся, его смогут внедрить и другие образовательные учреждения города. Юлия Сауляк, Александр Зосимов, Тюменское время.